Игорь Яковенко, журналист, социолог и политолог, приснеется к нашему эфиру. Добрый вечер. Добрый вечер, Игорь Александрович. Добрый вечер. Помнится, как Путин назвал Пригожина предателем. С предателями в режимах поступают определенным образом. Мы понимаем, что Пригожина больше, очевидно, нет с нами. И слава тебе Господи. А вот как-то не по-диктаторски оставить наследство, оставить деньги Пригожина. Как вы считаете, почему они остались у семьи? Вы имеете в виду, почему власть осталась? Не национализировали, не сказали, вот теперь мы сейчас построим садики, школы, красные флаги развешивать будем, портреты Путина, новые за деньги Пригожина, потому что он предатель. А все-таки нет, остались деньги в семье. Ну, я думаю, что это копейки, которые в семье остались. Основные деньги, конечно, основная империя. То есть, собственно, я не думаю, что кого-то интересует вот эти вот, по сравнению с тем, что, с теми деньгами, с той структурой, которую ворочил Пригожин. Я думаю, что вот то, что там оставили в семье, это действительно копейки. Основная проблема, которую Путин решал после устранения Пригожина, это перехват основных его активов. Основные активы, это, безусловно, ЧВК Вагнер. ЧВК Вагнер уничтожено, и в основном остатки, часть просто влито и растворено в Министерстве обороны, а остальная часть перед подчинена тоже. Это то, что касается Африки, там, так сказать, ну и те люди, которые воюют сейчас против Украины, они переподчинены Министерству обороны. Главная задача была ликвидировать вот эту вот структуру Пригожина, которая состоит, во-первых, из главных, главный актив Пригожина, это ЧВК Вагнер. Второй актив, это фабрика троллей в Медиаимперии. Медиаимперия практически уничтожена и тоже раздербанена по разным кускам. Ну и ЧВК Вагнер, это главный актив, основной актив Пригожина, безусловно, сейчас тоже не существует. Это основное, а копейки, да, ну, по их меркам, естественно, это какие-то миллиарды рублей, 12 миллиардов рублей, это, в общем, по тем оборотам, которые были у Пригожина, это, конечно, не деньги. Там, в принципе, ну да, там, в принципе, вот этот вот, как суммарная цифра называлась, за все вместе, если считать деньги на ЧВК Вагнер, плюс деньги от госконтрактов, там полтора триллиона рублей, в общем, это вот та сумма, которую за 2022 год получил Пригожин. Так что, да, плюс еще, как бы никто не знает окончательные цифры, которые перекачивались из Африки, вот все эти, ну, примерно 13 стран африканских, где свои щупальца разбросил, разбрасывал Пригожин. Ну, там тоже сумма, но опять-таки, я могу судить только по данным экспертов, потому что самостоятельного расследования, естественно, не вел, но эксперты называют где-то порядка 4,5 миллиардов долларов. Это от грабежа африканских стран, это то, что получалось. Опять-таки, тут трудно сказать, это деньги оседали в карманах Пригожина, или что все-таки, скорее всего, Пригожин в данном случае был кошельком Путина. Ну, вот это реальные активы, которые Путин переподчинил. Они никуда не ушли. Они находятся сейчас под контролем Путина. А, ну, вот эти, там, действительно, как вы правильно сказали, чаевые, 12 миллиардов рублей, это, в общем, сумма, которая не имеет никакого значения, тем более, что они не работают. Вот Чаваковак, это структура, которая важна, которая имеет значение. Игорь Александрович, в чем вот значение Вагнера, в чем была опасность ее даже без Пригожина? Вы в одном из своих интервью объясняли. Вы говорили о том, что силовики из клана Пригожина могут организовать новый поход на Москву, и режим Путина вследствие этого будет обрушен. Как вы считаете, вот этим дроблением Вагнера Путин устранил для себя эту опасность уже? Конечно. Никакого Вагнера больше нет. Нет. Там люди, которые воюют в Украине сейчас, бывшие вагнеровцы, это не Вагнер, это отдельные, отдельные какие-то бойцы, которые могут там в какую-то сторону отличаться по своей подготовке, но это не имеет никакого значения, потому что ЧВК Вагнер, в этом была, ну, определенная сила Пригожина, это то, что было это абсолютно самостоятельное подразделение, которое подчинялось, в общем, достаточно опытному военному командиру, вот этот вот нацист Туткин, он был действительно, ну, судя по оценкам экспертов, достаточно опытный командир, плюс еще костяк Вагнера, это прошедшие серьезные подготовки, бывшие спецназовцы, сотрудники КРУ и так далее. То есть это, в общем, была действительно, видимо, самая боеспособная единица в составе оккупационной армии. Вот. А сейчас этого ничего нет, сейчас все, все передпочено и, так сказать, растворено в Министерстве обороны, в том числе и африканские подразделения. У них там новый командир, так что единственный из числа, там же было много, там же была такая своеобразная военная демократия, был Совет командиров, вот, и из числа Совета командиров нашелся один единственный, который согласился возглавить остатки ЧВК Вагнера, ну, в общем, его там называют предателем уже. Вот так что это все, нет больше никакого ЧВК Вагнера, и, ну, это хорошо, это на самом деле хорошая новость. Да, с одной стороны, ну, вот фабрика троллей та же, да, она уже работает полным ходом на Путина, и это тот инструмент, который, ну, достаточно может быть опасным в виде того, что мы живем в информационном цифровом пространстве в этом веке. Касаемо части российской оппозиции, которая вот после антивоенной конференции в Таллине сказала, что хватит заниматься мирными протестами, нужно переходить к более радикальным действиям, нужно переходить к силовым методам, и призвали присоединиться к силам обороны, ВСУ. Помогать добровольческим. Да, и вот таким образом менять режим и свергать Путина. Как вы считаете, как вы оцениваете эту стратегию? Как очень положительный шаг. Это, ну, там, можно сколько угодно говорить, что это запоздалый шаг, но это то, о чем я говорил год назад. То есть, это было понятно, что это необходимо, что это единственная возможность, потому что сегодня действительно единственная оппозиция путинскому режиму – это вооруженные силы Украины. Единственная. Других оппозиционных сил нет. Поэтому все, что может сделать российская оппозиция – это, ну, главное, понимаете. Там можно много хороших дел делать, можно друг другу помогать, можно там животных бездомных спасать. Это все очень хорошие и важные дела. Но это не совсем дело оппозиции. А оппозиция путинского режима – это то, что хочет сменить этот режим, свергнуть. А свергнуть его можно только вооруженным путем. Других вариантов нет. Поэтому единственное, что можно, это, во-первых, первое – это помогать вооруженным силам Украины. И второе – отдельно выделено помогать тем вооруженным подразделениям, которые в составе ВСУ, российским подразделениям, которые в составе ВСУ воюют против путинского режима. И единственная возможность, действительно, ну, или, скажем так, одна из немногих возможностей, есть и другие, но они не находятся, скажем так, в досягаемости российской оппозиции. Потому что, ну, может, Путин умрет в конце концов, и тогда что-то произойдет с этим режимом. Но, извините, что называется, техника этого дела, влияние на организм Путина, по крайней мере, я не очень понимаю, как здесь российская оппозиция может повлиять на такой исход. А что касается действительно реального того, что произошло вот на этом двухдневной антивоенной конференции в Таллине, то да, это твердое заявление о том, что только силовым путем можно сменить путинский режим. И да, надо помогать тем силам, которые, в том числе, отдельно помогать тем подразделениям российским, которые воюют в составе ВСУ. То есть, конкретно, это, значит, легион свободы России и русский добровольческий корпус. Вот пока, ну, еще там есть сибирское какое-то подразделение. В общем, короче говоря, задача заключается в том, чтобы их стало не сотни, а десятки тысяч. И тогда, может быть, уже станет реальностью действительно какой-то рейд по тылам, переход на, ну, короче говоря, перенос войны по полной программе на территорию России, что могут сделать только россияне. Потому что, естественно, никакое НАТО и вооруженные силы Украины Россию освобождать от фашизма не будут. Это не их задача. Никто это, кроме россиян, никто это делать не будет. Да, и смерть Путина, о которой вы предположили, она вряд ли тоже что-то изменит Российской Федерации. Ведь очень высоки шансы того, что депутинизацию Российской Федерации будут проводить последователи Путина. Следующие Путина. Нет, вы знаете, здесь я, ну, скажем так, я могу согласиться с вами только частично. Смерть Путина очень многое изменит. Она действительно не произведет депутинизацию, это правда, вы здесь абсолютно правы. Но война-то остановится, потому что любой, ну, это просто в традициях Российской империи так всегда было. Любой следующий властитель, он в обязательном порядке становится ногами на труп предшественника, начинает его пинать и кардинально менять политику. Потому что в случае внезапной смерти Путина, ну, я бы этого очень хотел, потому что это меньше крови. Но в этом случае война остановлена будет сразу же, потому что сегодня ситуация в России такова, что искушение во всем обвинить Путина и кардинально изменить политику, по крайней мере, в части войны, нет. Диктатура не уйдет, фашизм не уйдет, но война прекратится. Потому что Путин ее не может прекратить, потому что он за нее отвечает. Потому что ему тогда, в общем-то, непонятно, непонятно, что делать. А любой предшественник, хоть будь кто угодно, будь хоть Патрушев, будь хоть, я не знаю, как черт с рогами, он все равно прекратит войну, потому что это единственный способ действительно, ну, как-то укрепить свою власть и поменять. Это всегда было. Там Сталин, Сталин воевал с Ленинской гвардией, Хрущев, значит, воевал со Сталином посмертно, Брежнев с Хрущевым, Горбачев всю вину, ответственность валил на годы застоя на Брежнева, Ельцин на Хрущева, а Путин на ельцинские времена, на проклятые 90-е во всем обвинял. Так что и любой последующий властитель в России будет в обязательном порядке во всем обвиняем. И все на своего предшественника. Спасибо вам огромное, Игорь Александрович, за этот разговор. Игорь Яковенко, журналист, социолог и политолог, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова